Друзья, всем привет! Как вы успели заметить, заказчики очень часто меняют автомобиль один на желаемый другой. Также часто бывает такое, что сначала машину ищем в Украине, потом едем в Европе. Сегодня у нас уникальный случай. Мы долго искали в Европе Ауди, а нашли машину в Украине и совсем не Ауди. Эта история началась еще в феврале. К нам обратился парень, чтобы мы привезли ему Ауди А4 с Европы. Ну, с Европы так с Европы. В принципе, мы тогда поехали и поездка у нас сразу же не задалась. Кто не видел, вот ссылочка на видео, бегом смотреть. А сейчас у нас история о том, как закончилась та история. Первый автомобиль, он был действительно достойный по технической части. Он был в двойном окрасе, что очень немаловажно для Ауди. Машина была вообще не крашена. Машина была практически не травмирована. Чуть-чуть у нее был придавлен порог. Но потом вылезла машина, которая в такой же цене, в такой же комплектации, но еще дополнительно с люком. И, правда, находилась она у поляков. Ну, так себе ехать затея к полякам. Но, тем не менее, окей, поехали к полякам. У поляков была Шкода Суперб. Но параллельно у нас еще была Ауди. Ну, по Ауди там продавцу даем запрос на то, чтобы дай ВИН-код, дай расклад, дай Декру, покажи, что с автомобилем он. Ничего не знаю. Ребята, приезжайте, смотрите машина. Вот такая машина, какая, не знаю, вот такая вот светлая машина, классная. Все. Больше никакой информации. Ну, слегка рискованно ехать, поэтому мы поехали к полякам на Суперб. Отличный золотистый цвет. Вот смотришь на машину, ну, вот на Перси конфета. Едем к полякам. Машина не имеет ни единого подкраса. Когда приезжаем, мы видим у этого автомобиля погрызано все, что за передними пассажирами. То есть, сзади возили собаку. Снаружи машина действительно хорошая. Изнутри ее сфотографировали не полностью, сфотографировали только целые места. И нихрена эти поляки, которые находятся на территории Германии, не сказали про то, что сзади машина очень плохая. А там было погрызано все собаками. В общем, все, что после переднего ряда сидений. Кстати, по поводу передних ряд сидений. Многие люди на канале заметили предыдущее видео, что у меня меняется цвет сидений. О том, что у меня сидения уже черные стали. Ребята, все просто. Машина сейчас на перешивке салона. И будет об этом отдельное видео. И да, я заехал на мойку. Везде нет у меня теперь пыли. Потому что тоже там проскользнул комментарий, что у меня пыль в машине. Все, пыли нету. Салон объяснил, почему такой. Будет отдельное видео. Потом посмотрите, когда будет все готово. Сейчас это все в производстве. Так вот, возвращаемся к Шкоде. Шкода оказалась очень мрачная изнутри. За дофига большой ценник. И там еще что-то было с мотором. Но нам уже было не важно. То есть мы уже его не досмотрели. Потому как не подходит такая машина. Дальше, когда варианты в этом ценовом сегменте закончились. Мы начали уже, вернее не мы, заказчик, начал уже приоритет. B9 Audi уже. Окей, давайте B8. И с пробегом не до 100 тысяч, а уже можно и до 200. Соответственно, у нас расширяются рамки. Но опять-таки, найти живого автомобиля в этом ценовом сегменте, ну, у нас не представилось возможности. Там порядка 7 автомобилей было еще прозвонено нашими немецкими партнерами. Которые были, ну, заведомо отсеяны. Сказано, что крашена то левая сторона, то правая сторона, то в жопу засажено, то еще что-то. В общем, большое количество автомобилей. Все было отсеяно. А за это время наши парни находятся в Германии. И куролесят по тому видео, которое я вас отправлял по ссылке. Есть машина, которая хорошая. Да, она ездила по автобанам. Но машина обещает, что есть хорошая. Приезжаем, смотрим. Вот тут, кстати, по центру все красиво. Все красиво, все хорошо. Возле масляной заливной горловины, как обычно, тоже. Чуть-чуть есть. По салону морожен хороший. Кнопочки. Боковушка, в принципе, тоже отличная. Что верхняя, что нижняя. Роль чуть-чуть под уставшим. Левая сторона, где садишься, скорее всего, постоянно рукой вот так отдержали. Вот это очень тоже некрасиво. Я не знаю, кто это ездил, но что-то не сильно приятно даже трогать руками. Ручка КПП, в принципе, если бы ее отмыть хорошо, она была бы как новая. Здесь тоже все красиво. Кнопочки все целенькие. Сзади кто-то ездил, но что-то вот здесь какое-то такое недоразумение на коже. Типа похоже на чернила. Что это такое, непонятно. Вот, видно, сидушечки ложились пару раз. Багажник с электроприводом. Багажничек тоже хорошо убранный. По бокам ничего не задерто. Но все-таки возили тут животных. В РСУ невозможно все убрать. Тут понятное дело, что она даже ни разу не ставилась. Работа мотора. По моторчику расскажу. Его мыли, вытирали как могли. Все это невозможно сделать. По одной простой причине. Вот такая вот грязь. Тут везде. Оно как будто масляное. То есть, машина очень много проехала по автобанам. Тут чуть-чуть по окислялось. Тут такая же история. Вымывали, где доставали, скажем так. С турбинки тоже масляная пыль есть. Скажем так, она свое на автобане получала. Рассказываю. Тут, правда, ожеленая трасса. Машинка вся красивая. Вот, отполированная. Но что несвойственно немцам? Даже пласту не повымывали. По кругу все новые тормозные диски стоят. С новыми колодками. Вот, резина еще чуть-чуть проедет. По кузову все целые. Единственное, передавалась крышка багажника. Я так и не нашел причины. Но просто как бы лежит то ли второй слой, то ли она просто передутая. По сторонам все отлично. Вот, крыша, панорама. Все хорошо. Самое печальное, это то, что она вся запесоченная. Вот, она ездила тупо где-то по автобанам. Вот это вся морда такая. Капот. Школов очень много. Вот тут капот, можно сказать, весь посечен вот сколами. Крупные такие, уже грязью забитые. Автобанный вариант. Вот, проехала она хорошо. Ребят, если вдруг кто-то не понял, что с машиной не так, я поясню. Мотора у этой машины нету. То есть, она уже умирает. У нее критический низкий уровень масла. Машину продают, хотя бы масло долили. Но, бог с ним, с тем маслом. Там еще по топливной целая куча вопросов. Опять-таки, в салоне возили животных и не рассказали про это. Машина вся имеет большие сколы от автобана. В общем, вся у нее морда седая, выбитая сколы. Куда рекомендовать такую машину? Да, она нафиг не нужна. Поэтому, в очередной раз, очередное фиаско. Потом у заказчика началась истерика. Он уже, давайте перекидываться на BMW X3, потом X1. И я говорю, так, стоп, не надо этого. Мы сейчас делаем стоп-машину. Мы привезем в Украину другой автомобиль. А вам остается время подумать, собрать мысли. Мы пока тормозим осмотр. А дальше у нас было длительное общение, длиной практически в 4 дня. Слегка сменили приоритеты. И совсем чуть-чуть повысили бюджет. И условие формулы уже поменялось. И на эти деньги уже запросто можно смотреть совершенно другие автомобили. Задача была, машина с панорамой очень хотелось. Нужен был универсал. И мы начали смотреть Volkswagen Touareg. Проработали большую кучу автомобилей. Снова заказчик уже не тешит себя всякими радужными иллюзиями, что быстренько мы найдем машину. Мы сделали подборку. Мы поехали смотреть первый Touareg. На всякий случай сделаю запрос по CarVertical. Вот он сейчас как раз проверяется по разным странам на СТУ. Мы имеем немецкую машину. Чем закончится осмотр, я не знаю. Но этого Touareg мне сейчас надо будет осмотреть. Пробиваем Touareg. Так, вроде бы заявлено 98 тысяч пробега. Весь официальный, весь супер классный, весь замечательный. По крайней мере на фотографиях он выглядит так же. Что есть на самом деле пока неизвестно. Вот уже 98 процентов. И обычно вот здесь вот оно чуть-чуть подвисает. Нет, не подвисло. Переглянутый звит. К слову про расход. Когда народ не верит, что у меня машина жрет 25 литров газа, то в левом нижнем окошке можно посмотреть, сколько он потребляет мгновенно. И это с учетом того, что мы сейчас едем с горки. Поэтому, да, он столько хавает. Пока свяжу в памяти, скажу, что вот 3, от 3 до 5 тысяч евро ушкоджения, это, ну, может быть и бампер был. Поврежден. Поэтому не факт, что я быстро узнаю. В общем, смотрим. Сейчас уже подъезжаю, будем посмотреть, что там есть. Но по пробегу это действительно он. Человек пригласил к себе домой. Ну, имеется в виду на улице сейчас типа грязно. Ну, как грязно. Не сильно-то тут и грязно. Но, тем не менее, все равно есть какие-то лужицы. Так вот, машина у него чистая. Он не хочет ее испачкать. Поэтому любезно пригласил к себе домой. По практике могу сказать, что если человек не боится показать, где он живет, значит, очень много шансов того, что машина у него действительно хорошая. Ну, это такое предисловие. По разным базам данным я уже понимаю, что 100 тысяч – это действительно очень большая доля вероятности того, что это ее пробег. Также я понимаю, что там было какое-то легкое повреждение ремонта на 3000 евро, что может быть под красом одного какого-то крыла, либо же какого-то бампера. Ну, в общем, сейчас будем посмотреть на месте. Пока осталось ехать еще аж целых 4 минуты. В общем, всему свое время. Пока имеем слегка уставший аккумулятор. Но так вымыта она, конечно, очень хорошо. Ладно, сейчас я ее пройду, пока посмотрю. Так, тут хорошо, тут замечательно. Так, тут хорошо. Я с правой стороны ничего не нашел, но как минимум зафиксировать нужно. Где-то дверями прицокался легкий подкрас. Не отнималось. Ровненько, пока все очень зачетненько. Продолжение следует... белый цвет хорош для поли роли я смотрю вы не полировали причем или не какой-то ядерной химии нету бдища на я вижу где-то зацеплялись 3 1 1 2 здесь под пальцем здесь не трогала здесь чуть-чуть там еще там с той стороны я забыл как раз смотрите этой резинки нету она есть ее на мойке сбили и нашли вот это она с той стороны ну и когда мыли нарядно мыли хорошее у вас парни или сняли и не поставили на место узнаешь и сняли это мой что-то уже было какое-то место где поднятие в процессе если конечно скажут да оснащая пока по ней не вижу могу я запустить для того чтобы подключить поднять можно и будет нет на подъемнике сегодня не это если если мы определяемся и говорим да к читаю я покажу двигатель о двигатель у нее о двигатель у нее Вдеваем до снега. Сейчас, когда почитаю ошибки, надо будет посмотреть, выключить. Надо будет посмотреть первую шестую форсунку. Здесь ровно, здесь совсем чуть-чуть есть потертость. По-постому. Потолок. А потолок вы же не мыли. Нет, только он был. Подсвечивает. Да, что-то. Чуть-чуть. Не-не-не, я что-то сначала показалось, что потолок мытый, а потом смотрю, что не мытый. И чуть-чуть он там есть. Я не смотрел, честно. Не-не-не, я думаю, может это отголовый или еще что-то, потому что они, грубо говоря, практически симметричные. Совсем чуть-чуть. На потек это не похоже, потому как тут законченное пятно, и вот оно только здесь. Сзади не видно, оно видно только там, где абсолютно не видно. Пена, компрессор, все, что любят вытягивать. Нет, я хотел по-быстрому посмотреть, подходит или нет, потому что часто... Не, мне больше интересовало вот здесь, по запыленности. То есть, если ее здесь нет, то смысла смотреть дальше тоже особо... Да-да-да, конечно, а то тут мало интересно. У меня был 88 пробега, что он на городе, черный. Ну, сравнительно, да, ну как сравнительно. Три недели мы ему по Германии искали. Ну, правда, не Туарег. Если бы Туарег изначально стояла задача, мы бы уже давно закрыли. А4. А почему тут уже получилось, когда бы вас вдруг приехали за Q7? Я такие бы не понял. Это не купили эту машину? За Q7? В Австрии. Я уже не помню, какого хоть цвета было. Что-то не купили, что-то там включили, что-то как раз карантин. Не, если мы поехали, то мы и в любом случае закрыли. У меня редко бывает, что я просто так возвращаюсь. Дело повреждено, заклеено. Маленький был прорезенький. Ключом. Я его пытался, такой этот есть, специальный для кожи, такой из черненьких, по шпачках я его пробовал, когда они начали этим раздирать. Спасибо. Было красиво, я не кидался сюда в глазах. Я же не помогал. Так, ну, наверное, уже заявлено 96. Наверное, не принадлежащийся, если не цепляет. Не-не-не, у вас в объявлении 96, а здесь чуть-чуть больше 100. Да, да. Просто чего так поставил, что, ну, как разобивают поисковике лотарио, люди смотрят до 100. Я так думаю, для того, чтобы цеплять, может, этим, я поставил. Ну, мы обычно, если еще до 100, мы сразу ставим там до 130, потому что... Нет, некоторые только, у меня очень много клиентов было, которые полиции, которые сейчас продвигают. Сто. Сто тысяч 92. Это я ее покупал. 11... 2-го, 11-го, 21-го? Ну, в смысле, покупали 2-го... 11-го февраля? Надо посмотреть, не было числа. Когда забирали, или когда покупали? Ну, плюс-минус около этих дней. Я просто вижу... Я сейчас посмотрю, вот мне распечатки скидывали, они полностью... Это демо. 11-го февраля, да? Вот он где есть. 11-го февраля. Лямбда-зон здесь не выходит на рабочую температуру. Что значит это? Ммм... Это значит, что от него иногда будет вываливаться ошибка. Что-то совсем недавно он ругнулся на датчик дождя. Наверное, когда уже привезли 86 километров. 27-го числа. Алло? Смотрю, Таурек 16-го года. Скажи мне, пожалуйста, почему могут быть некоторые ошибки с датой вперед? Там, типа, 37-го года, 45-го. Ну, краша здесь нет, и такие вопросы в основном только в голове возникают. Нет, просто здесь назначенный пробег выше, но такой, слегка невменяемый. И... И таты вперед. Ну, вот приборка, двигатель, коробка, везде даже по... Вообще, машина везде очень классная. Ну, вот меня смутила вот эта вот хрень. Но здесь также очень много ошибок по просаженному аккумулятору. У нас такая партия автомобилей, которые, когда при заводе выпускали сам топлив, не топлив, а вот там, где вставляется воздушный фильтр, он наступил, подошел немножко с бручком, и фильтр неровно ставило, а где-то в одном месте подминало на полтора сантиметра. И только, когда при заменении фильтра, например, с огней, узнавали, что вот этот эффект, что меняли вместе хирурбиной. Хирурбина менялась с таким вот всем, которые очень долго. Даже если хирурбина хорошо работала, а некоторые просто, ну, хирурбина меня растачит, которые, и теперь просто разберись, потому что, я по линкоду могу сказать в 2014-й год могу тебе сказать, что тебе подшипываю, тебе не ставь, не ставь, не ставь, а я не ставь. Какая-то определенная вещь. У меня был момент, когда мы покупали машину для внутреннего рынка Германии, и я же тоже заехал на эстакаду, показываю, типа, у тебя потеет возле турбины. Стоп, пацаны, нафиг машину мы не продаем. Я говорю, да ладно, нормально, ну, 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 я даю типа гарантию. И он, сука, нас на три дня оставил, но поменял не прокладку, поменял полностью турбину. Но мы три дня из-за этого беседим. Полностью турбину за... Так, а что тут обманули в чем? Как понять? Ну, вы говорите, немцы обманывают. Я не на этой машине. А, не на этом? Мужчина, некоторые машины, бываешь одно, мы договорились о цене, все, он говорит, скидывайте, обвиняем все данными, и он перечислит там сумму, так он подознал, и перечислит всю сумму, и все. Раз уже, снял ее с интернета. Не берет трубку, не берет, я ее продал дороже. Следов того, что она крашена, я не вижу. Все целое, все замечательное. По салону есть очень легкие пятна. Пробег, да, во всех блоках честный. Здесь есть такой глюк, что у нее ошибки с 37-м годом. Я сразу позвонил старшим братьям на официал, они говорят, 16-й год, я говорю, да, трехлитровый, я говорю, да, ну, это нормально. Главное, главное, смотри, чтобы клапана были у нее нормальные. Но я приехал сюда, машина холодная, машина поднята в верхнее положение, то есть она реально была холодная. А что касается сзади на потолке, это, наверное, от высоких пассажиров, ну, голове им позатирали. Ну, это не протекает, я сначала подумал, где-то может люк течет или еще что-то, но, а нет, кстати, по поводу люка. Да, закрывается он ровненько, закрывается он четко, закрывается хорошо. Вот, ну, я даже вижу, что у нее руль не крашеный, потому что обычно такие вещи красят, но здесь, здесь он не крашеный, я не вижу, чтобы он крашеный был. Пневма у нее поднимается, опускается очень зачетно, ну, в смысле, по скорости, быстро отрабатывают и клапана, и компрессора не слышно. Все неплохо, я тогда еду ее смотрю на низ и... Машинка действительно зачетная, машина очень интересная, вот сейчас мы за ней едем и едем искать яму какую-то, и, наверное, ну, я предложу человеку остановиться на этом варианте, а захочет он или нет, это уже дело такое, с учетом того, что мы уже много в Германии посмотрели, машина только приехала с Германии, но, опять-таки, акцентирую внимание, у нас задача тогда была другая, мы бы уже нашли торек и закрыли его, но суть не в этом. Все очень неплохо, ну, вот каких-то подозрительностей я не нашел, на любой вопрос, когда у человека спрашиваешь, а это? он нормально отвечает, не придумывая, а то он сразу же отвечает, то есть, если где-то у него, было у него порезано сидение, ну, порезано, порвано, в общем, маленькая дырочка, там где-то миллиметров 6 или 7, то ощущение, что ключом проткнули, вот, и она внизу, возле самого пластика, видео приложу, он говорит, я такое делал впервые и сделал не совсем удачно, и стал, переделал, пока я звонил заказчику, рассказывал про автомобиль, стал, быстренько все сделал, есть у него там всякие баллоны, понятное дело, что парень подготовлен под то, чтобы готовить машины к продаже, но подкупает то, что машина не крашена, интересно то, что с разных источников подби, есть подтверждение того, что у нее родной пробег, плюс, в общем, действительно неплохой автомобиль, интересный, очень интересный, значит, парень, действительно, показал декру на этот автомобиль, есть такие товарищи, которые делают техосмотр, и там есть тюв, есть еще что-то, так вот, контора, если полу какая-то частная, то запросто можно там с ними договориться, о том, чтобы где-то чуть-чуть слегка подкорректировать, с декрой, ну, блин, маловероятно, что получится где-то договориться, поэтому, то, что есть на нее документы, а неудобно за рулем, чуть позже покажу, то это уже очень офигительно, чем интересна эта бумажка, эта бумажка намного интереснее, нежели сам техосмотр, даже не техосмотр, а чем сервисная книга этого автомобиля, потому что сервисная книга, она подделывается на раз, как выглядит оригинальная бумага Декры, или же Тюва, я точно знаю, причем по разным регионам, еще раз акцентирую внимание, прелесть этой бумаги заключается в том, что там есть ее действительно пробег, то есть это четвертый источник, с которого видно, что пробег у автомобиля, это действительно ее, ну, пока все равно едем на станцию, для того, чтобы посмотреть на машину еще снизу, и будем думать, принимать решение, что делать дальше, Ребят, сори, что пишу это видео вечером, дело такого рода, что завтра с утра я улетаю, и когда выйдет это видео, я уже буду в Германии, возможно, во Франкфурте, возможно, в Ганновере, возможно, где-нибудь под границей с Францией, в общем, выбирать очередной автомобиль, это я к чему все рассказываю, есть инстаграм, и там два раза в день, я буду выкладывать сториз о том, где мы находимся, что мы находим, что мы выбираем, если хотите быть первыми, увидеть всю информацию, которая потом, возможно, будет на ютубе, возможно, и не будет, переходите на инстаграм, подписывайтесь, смотрите, чем мы занимаемся в режиме реального времени, комментируйте. Так, сам кузов не ржавый, есть, конечно, места, где начинается уже на подрамнике, но подрамник, это нифига страшно, люфта нет, да, это не грязь, в смысле, это не масло, это не масло, так, самое подлое, это вот здесь, вот задняя плита, вот здесь, видите, с завыхлопными турбинами, если там вот течет, то, то, что у нее 100 тысяч, это можно рассказывать кому-нибудь другому, там вот уже в районе 200 начинает оно протекать. Вот трубы, видите, верхняя светленькая, нижняя темненькая, и вот ниже соединяется головка блока и сама голова, вот там вот, если уже начинает течь, потеть, вот это уже, короче, это тысячи полторы и будем ремонтировать. А раз туда еще полезть, то сразу можно и цепи поменять. А так, все действительно сухенькое, не видно, чтобы этот мотор мылся, по крайней мере, снизу и сдалека. Кузов у нее не ржавенький, лонжероны у нее целые. Сейчас еще переднюю часть снимем. В смысле, вот это? Я думаю, масло меняли когда. А, да, точно, там что-то разное. А, вот все поцарапано. Ключом крутят, какая-то вот здесь взбито чуть-чуть, какая-то взбито. Я думаю, когда ключом крутят, то вот это вот они здесь. Можем скинуть патрубок? Нежелательно, я не хочу. Окей, принято. В принципе, соплей я не вижу. Его никто не мыл, чтобы это было помыто, я бы согласился. Оно уже не видно, что его не мыли, там не вымывали. Не, 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 я нормально спросил. Припотелости я не вижу. Там была какая-то прелость, бы я сказал, ребят, снимайте, будем убеждаться, что это 100% здесь нормально, здесь ровненько. Тут хорошо, там хорошо. Здесь тоже люфтане. Так, по рулевой колонке все сухо. в принципе, все. Можно трусить, можно одевать, там уже, смотрите, порядочность, как удобно. ИльяLL Продолжение следует... Житомирская область никогда у меня не получалось быстро. Вот ни разу за сколько? За 8 лет. Ни разу. Скол мелкий на стекле. Два. Пока увидел один. Тут один. Вон же второй вижу, да. Я не лезу к ним, у нас не умеют их делать. А я скажу так, если уже попала вода, то нормально, сложно сделать. Сделать могут, но тоже они его сделают большим. Направо, налево? Направо. И мне послушать между первой, второй, второй, третьей. У меня в принципе все, можем обратно ехать. Чего-то плохого, чтобы отказать в рекомендации, у меня нет. То есть машина абсолютно нормальная, с ней все замечательно. На связи. Сзади уже машина. Машина полностью ответная. Даже то, что стоечка стабилизатора у нее чуть-чуть стукатит, этого в принципе не слышно, но сам погрешность есть. Этот автомобиль я могу рекомендовать к покупке, но он еще не растаможен. То есть машина заехала, вот буквально позавчера. Ее помыли, почистили, скажем так. Вот вся она интересная, вся она красивая. Даже выхлопные трубы с середины покрасили. Ну я имею ввиду в заднем бампере. Вот эти вставки, которые не всегда черные, их почему-то покрасили в хромированный цвет. Типа это надолго хватит. Не, ну конечно, безусловно, хватит на какое-то время. Кстати, очень удобно смотреть, коптит машина или нет. Когда вот такая штука, вот такой штукой покрашена, здесь же нет. Вот сколько мы проехали, километров, наверное, 15 в общей сложности на этом автомобиле за день сегодняшний. И вопросов по ней вообще никаких не возникло. Ребят, перед тем, как обратиться в автоподбор, я вам просто рекомендую определитесь, какой автомобиль нужен. Потому что вот сегодняшняя история показывает, как делать не нужно. Вы очень сильно сэкономите время и себе, и автоподборщикам, если вы будете понимать, чего вы хотите. Потому что в противном случае это будет просто слив бюджета. Большое вам спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавтор. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok